Всем привет! С вами Empire TV и я Визаутсоул. Сегодня мы будем брать интервью у игрока команды взрыв пакеты или взрыв ракеты, как ее называют некоторые, Андрея Овесунафлая Бондаренко. Привет! Привет! Первое, конечно, хочу сказать, поздравляю с победой, с выхода на четвертьфинал. Как вообще, сложно было? Ну да, очень сложно было. Это ж белорусы, топ-3 ВЦГ. Топ-3? Ну да, старались, ну и победили. Первую игру вы проиграли, потом что пошло вообще не так? Ну а во второй игре, я так понял, ты взял игру в свои руки, выпикнули Клинкса и просто Клинкс разорвал там всех на части. Да, Бонни Флетчер сильный герой, поэтому выиграли. Ну там все старались, но Флетчер много делал. Там был какой-то один момент, просто вылез из инвиза, минус 4 и ребята посыпались. Да, 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 было. Убили четверых наверху и забрали в мидиабараки. Ну и все. Что решило в третьей игре? Пик Штормпанды? Нет, пик Зомби. Там Зомби выиграл игру. Ну и Фурион, который прилетал с Меккой на шестой минуте. Все. Молодцы. Как вы думаете бороться против Virtus.pro? Драться. Просто идти с ними драться, от трипла на тепло. Или данную СТР. Тоже вариант неплохой. Какая-то, может, специфическая тактика домашней заготовки? Что-нибудь придумывали конкретно под эту команду? Есть заготовка, но мы проиграли ее из семи игр шесть раз. Вот. Такая вот заготовка. Ну, я не знаю, пройдет или не пройдет. Ну, может, восьмой раз будет счастливый? Ну, может быть. Не факт. Будем пробовать. Пару слов о такой жизни вне Доты. Чем еще занимаешься, увлекаешься? Работаю, пью водку, все. Дота – это все-таки спорт или это увлечение? Или это профессиональная такая… Нет, это спорт. Спорт. А как отдыхаешь после спорта, кроме… Ну, по-разному. Можно выехать куда-то там на природу. Или в какой-нибудь лунопарк. Не знаю. Ну, куда-нибудь. Типа от Доты, от работы подальше. Чисто разгрузить мозги, подышать свежим воздухом, ни о чем не думать. Хорошо. Такой еще вопрос к тебе. Сколько нужно часов в день тренироваться, чтобы быть игроком про уровня? Ну, 12, я думаю. 12 часов? 10-12 часов. А остальное время? Остальное время спать и есть. А потом еще раз играть. И анализировать свои ошибки. Ну, да. Я понял. Как ты относишься к такому явлению, как переход… Вот много сейчас команд набирают себе новых игроков, которые просто часами играют в пабах и потом на этом скелет берут себе… Ну, допустим, такая команда, как No Time Hunter. Там есть звезда Лода, да? Да, Адмирал Бульдог есть, который играл. Ну, это парни, который просто… Ну, да. Не, ну как суппортит ему. Там сильно Адмирал Бульдог играет. С4 Соломит на Дарк Серии с Даггером прыгает, врывается, убивает всех. Ну, там все сильные игроки. Новые и сильные. Адмирал Бульдог, насколько я знаю, в Доту 1 мало играл. А в Доту 2 начал много играть. Что-то по поводу нововведений в Доте. Думаешь, кого порезали, кого подняли наоборот. Какие-то новые тактики. Современные. Мейнстримы, так сказать. Ну, вот одно время пикой Магнуса было «Выигрывай». Сейчас что-то новое появилось. Ну, да. Зомби. Зомби берешь, выигрываешь. То есть пикаешь зомби и все? Ну, да. Ну, мое мнение, да, сейчас. Я понял. Спасибо за интервью. Может, пару слов своим фанатам, хейтерам, спонсорам и так далее. Ну, привет, Варден и Насте Армлетт, как и вчера. Все. Спасибо большое. Спасибо.